Десна ТВ Служебная командировка смоленских полицейских. Музыкальный конкурс в музыкальной школе Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. В понедельник, 14 декабря, состоится очередная 18-я сессия Десногорского городского совета, где будет рассмотрено 13 вопросов, в том числе и проект местного бюджета на следующий год. Подробности узнаете в наших информационных выпусках. Следите за новостями города. На заседание Координационного совета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства, которое состоялось 10 декабря в депутатской приёмной, рассматривались три вопроса. Римма Овечкина, председатель Комитета по образованию, председательствующая на заседании, проинформировала членов совета об обеспечении инклюзивного образования на примере 4-й школы. Начальник отдела социальной защиты населения Злата Бриллиантова доложила о приоритетных направлениях демографического развития нашего города в текущем году. По третьему вопросу повестки дня выступила заведующая женской консультацией медсанчасти 135 Вера Дорохова. Она рассказала о профилактике отказов от новорождённых детей. Горячая телефонная линия Совета руководителей предприятий города продолжает действовать. Она работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.40. Любой желающий сделать жизнь нашего города лучше может заявить о той или иной проблеме, задать вопрос или внести своё предложение по благоустройству, позвонив на горячую линию. Обратиться в Совет руководителей можно и с помощью электронного адреса, который вы видите на своих экранах. РЖД вводит новый график движения скоростных и высокоскоростных поездов, который будет действовать с 13 декабря текущего года до 10 декабря 2016. На 9 км в час быстрее будет двигаться из Смоленска в Москву скоростной поезд «Ласточка». Весь путь займёт всего 4 часа. По пути следования поезд делает лишь три остановки – в Ярцеве, Сафонове и Вязьме. В Смоленске прошли совместные учения полиции и службы инкассации Сбербанка. В ходе учений, проведённых 8 декабря, отрабатывалось взаимодействие сотрудников правоохранительных органов со службой инкассации при обнаружении в отделении банка подозрительных предметов. Согласно легенде учений, неизвестный гражданин оставил в отделении Сбербанка рядом с банкоматом предмет, похожий на взрывное устройство, и скрылся. Сотрудники службы инкассации, обнаружившие «бомбу» в кавычках, незамедлительно приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов банка, вызвали полицию и провели эвакуацию находящихся в помещении людей. По замыслу учений, злоумышленник вернулся на место преступления и препятствовал действиям инкассаторов, используя предмет, похожий на пистолет. Инкассаторы задержали нарушителя и передали его сотрудникам вне ведомственной охраны, прибывшим на вызов. Совместными усилиями АВО и служба инкассации организовали блокирование здания, запретив доступ к нему посторонних лиц. Прибывшие на место происшествия кинологи, взрывотехники и следственно-оперативная группа провели необходимые действия. Неопознанный предмет был осмотрен, изучено место происшествия, после чего дана команда отбой. В учениях принимали участие, кроме полиции, службы инкассации, также частные охраны, предприятия частных охранных предприятий, которые также прибывали на место и оказывали содействие полиции, эвакуации, оцепление места совершения преступления и задержание возможностей преступления. Силы и средства полиции приведены в исходное положение. В посёлке Гедеоновка произошёл пожар на территории психиатрической больницы. Сообщение о возгорании поступило на пункт связи пожарной охраны 10 декабря в 21.17. На место происшествия были отправлены 6 автоцистерн в сопровождении 21 пожарного. Ликвидировать пожар удалось глубоко за полночь погибших и пострадавших нет. Причины пожара и размер нанесённого пламенем ущерба устанавливаются. Вечером 10 декабря бойцы ОМОН «Днепр» и СОБР ОМВД России по Смоленской области отправились в очередную служебную командировку на Северный Кавказ. В проводах отряда, состоявшихся в центре Смоленска у башни Громовой, приняли участие руководство ОМВД России по Смоленской области. Председатель общественного совета при ОМВД России по Смоленской области, полковник милиции в отставке Леонид Соловьёв. Ветераны органов внутренних дел, родственники сотрудников, уезжающих в служебную командировку. «Находясь в служебной командировке, вы с честью и достоинством выполните все поставленные перед вами задачи Министерства внутренних дел Российской Федерации. С честью и достоинством представите Смоленскую полицию, которую всегда отличала великолепная выучка, плачённость, взаимопомощь». Представитель Смоленской епархии, член общественного совета при региональном ОМВД отец Владислав произнёс напутственное слово «Окропил бойцов святой водой», а с собой дал каждому из них пояс с молитвами. Через Смоленск не пустили перевозимую в северную столицу белорусскую говядину. Специалисты Россельхознадзора установили, что 5 тонн замороженных полуфабрикатов испорчены. Продукция возвращена отправителю. Кроме того, отобраны пробы, которые позволят установить соответствие продукции требованиям безопасности. А сейчас новости культуры. В музыкальной школе Десногорска проходит первый межрегиональный открытый конкурс, посвящённый памяти заслуженного артиста РСФСР и Белоруссии, дирижёра, скрипача, основателя Оркестра русских народных инструментов Десногорский и Смоленский Виктора Павловича Дубровского. В первый конкурсный день выступили более 30 юных музыкантов из Смоленска, Рославля, Ельни, Десногорска, Ершичей и Шумячей. В малом зале школы жюри прослушивало скрипачей, а в большом – детей, обучающихся по классу балалайки, домры и гитары. Мы решили организовать такой конкурс благодаря творческому потенциалу наших преподавателей. И в частности, заведующая народным отделением Гудина Тамара Васильевна вышла с таким предложением организовать конкурс памяти Дубровского в нашей школе. Откликнулись все преподаватели, и я, конечно, поддержала эту инициативу. И мы постарались приложить все силы – творческие, моральные, материальные – для того, чтобы исполнить эту заветную мечту. И вот на сегодня она свершилась. Сегодня, во второй конкурсный день, соревнуются юные музыканты-народники, играющие на аккордеоне, баяне, гармоне. Об окончательных итогах конкурса мы расскажем в нашем выпуске в понедельник. О спорте. В Подмосковном Кострове прошел чемпионат Федеральной таможенной службы по рукопашному бою. Чемпионский титул в абсолютно весовой категории свыше 85 килограмм завоевал сотрудник Смоленской таможни рукопашник Владимир Кученко. Поздравляем земляка! Теперь он трехкратный чемпион ФТС России. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.